Так выглядят победители, скандируют немецкие болельщики в немецкой столице. 113 напряженных минут до заветного золотого гола. И вот она, победа! В фан-зоне в Берлине, несмотря на непрекращающийся дождь, трансляцию из Рио-де-Жанейро смотрели около 250 тысяч человек. Эмоции болельщиков зашкаливали. После финального свистка многие кинулись к своим автомобилям, чтобы устроить триумфальный автопробег. От такси до дорогих суперкаров. Центр Берлина быстро наводнили автоколонны. Стянулись десятки тысяч людей. Аналогичные народные гуляния этой ночью проходили по всей Германии. Германия! Лучшая команда мира! Германия! Четыре звезды! Четыре звезды, я вам говорю! Сверхгениально! Супер! Мы стоим чемпионом мира в этом году! Ура! Это долгожданное золото немцев. В последний раз Германия получала Кубок мира 24 года назад. Кстати, тоже обыграв Аргентину. Но с тех пор добраться до вершины футбольного Олимпа команде не удавалось. Но титул достался немцам нелегко. Вначале было нелегкое противостояние с Португалией, считавшейся фаворитом. Немцы разбили противников со счетом 4-0. В четвертьфинале в игре с Францией героем стал вратарь Мануэль Нойер. Он сдерживал атаки серьезного противника. А в полуфинале немцы продемонстрировали высший пилотаж в триумфальной победе над сборной Бразилии со счетом 7-1. Мне нравятся эти игры. Я люблю большие турниры и такие моменты. И думаю, что именно в таких ситуациях нам удается проявить себя и показать лучший результат. И это действительно удалось. Многие обозреватели отмечают, что немцы проявили себя сплоченной командой. Зрелой, сильной, физически подготовленной, техничной. Мы и сами немножко оказывали на себя давление, ведь были успешны в наших последних турнирах. Всегда, когда доходишь до полуфинала, оказываешься под давлением. Команда выложилась по полной и победила. Для болельщиков это двойной праздник. Ведь сборная страны не просто получила титул чемпиона мира. Она стала первой европейской командой, победившей на чемпионате в Латинской Америке. Субтитры создавал DimaTorzok